Само конечное из себя переходит в бесконечное И первое наше бесконечное, оно какое? Первое, да, то, как вы изучили Оно у нас непосредственное И какое оно? Отрицательность означает сейчас конечное Потому что, бесконечное, это что такое? Отрицательность, что не конечное Отрицание конечное Но раз это непосредственное бесконечное И непосредственное отрицание тогда получается Так мы тогда попали снова на лишнее бытие То есть наше бесконечное первое, вот непосредственно, которое мы только что получили, которое ничего не продвинулось, оно представит как наличное бытие, отрицательно соотношающееся с конечным. И конечное тогда тоже выступает как наличное бытие, а с ним отрицательно соотношающееся. Поэтому у нас на самом деле получается бесконечное как наличное бытие, как нечто, и конечное тоже как наличное бытие. Но конечное это мы рассматривали, помните как, мы рассматривали как нечто, то есть оно было первое или утвердительное, а бесконечное это отрицательное по отношению к конечному получается. И тогда получается, что конечное, это, и нечто, простите, бесконечное, связанное определенностью и отрицанием, которое выступает как граница. Да, вот так, снова мы к этому кругу определения вернулись, выступает как граница. Значит, и вот в рамках этой границы, или вне этой границы, конечное выступает как утвердительное. Как это говорит, по сусторонне, а бесконечное, как по ту сторонне. Отрицательное соотношение с конечным, как по ту сторонне. Если, значит, конечное имеет тогда вид наличного бытия, то за границей нечто выступает как по ту сторонне. И в этом смысле не достижим. Ну, и дальше мысли идут о том, что оба, тогда, раз они имеют границу, оба граничные, поэтому на самом деле есть и конечные, и оконечные, и бесконечные. Вот как, какое первое бесконечное. Раз оно с границей, то есть оно на самом деле попало в сферу категории конечную. Оно, Гегги говорит, оконеченное, бесконечное. И дальше картина, вот он показывает картину такую, что конечное отрицается, уходит за свою границу к бесконечному. Но это бесконечное, поскольку оно вот опять остается потусторонним, то на самом деле нечто конечное выходит за свою границу и снова приходит к этой границе, к этому пределу. То есть бесконечное остается потусторонним. И тогда возникает дурная бесконечность, то есть бесконечное чередование конечного и бесконечного. Конечное выходит за себя, бесконечное, а бесконечное и некоторые посторонние, возникают снова границы, то есть конечные. И вот это неистинное представление конечного, дурная бесконечность, то есть чередование скучное конечного и бесконечного, которое бесконечное на самом деле есть тоже оконечное, бесконечное, да, нечто потустороннее. И мы пока другого То есть видно, что они находятся в единстве Но пока до истинного их единства Не дошли еще А я хотел проиллюстрировать Как это можно представить себе Дурную бесконечность Ну например В области Скажем, классовой борьбы Вот что такое реформизм Ну вот это выход за Конечное состояние Вот плохо рабочему классу живется Давайте сделаем вот это, еще одну меру Ну вышли, значит Подняли зарплату, ввели социальное страхование Ввели даже пенсионное страхование И что? Капитализм остался Капитализм Ну давайте еще сделаем В рамках этого капитализма еще какое-нибудь улучшение Улучшение это делают, конечно Но наемную разницу куда-нибудь девается Как бы это дело не улучшалось Какие вы меры не принимали В рамках этих реформ Наемные рабсы То есть такая ситуация Когда Значит, класс капиталистов Присваивают прибавочную стоимость И тем самым Лишает рабочий класс возможности Рассиваться полностью всесторонне Это будет воспроизводиться Это дурная бесконечность Вот по линии реформизма Можете очень долго Бесконечно Это будет дурная бесконечность Мы эту меру сделаем Ведь все равно будет капитализм Все равно будут убирать Получать прибавочную стоимость Мы, значит, еще что-то сделаем хорошего Много чего-то сделаем при капитализме В рамках реформизма Другое дело Что Вот сейчас у нас что-то не видно реформизма Почему? Вот на самом деле почему Потому что Реформы Леон говорил Это побочный результат Революционной борьбы Вот если нет пока революционной борьбы Вы реформы-то не увидите Нет реформы А чего уступать? Какие уступки вам будут делать капиталисты Если вы не ставите под сомнение Вот Саму эту систему То есть Вот эту Дурную бесконечность Надо закончить чем? Я немножко забегаю вперед Ну, тем, что вообще надо Закончить капитализм Тогда закончится Дурная бесконечность Так Если нет революционной борьбы Причем не только у нас нет ее Ее нет А что она Сильная революционная борьба Назовите мне хоть одну Европейскую страну Где здесь есть сильная революционная борьба То есть Борьба за установление Ипитатуры ПТ Ну, хоть в одной стране А что ж тогда удивляться Что у них все забирают И такая реформа Что у них не провели пенсионную реформу Поверили Что у них гарантии занятости Не понижают Где реформизм? Ну, так с чего же Я с побочными результатами Революционной борьбы Да, то есть В этом смысле Чтобы добиться реформ При капитализме Надо начать бороться Надо бороться За уничтожение капитализма Вот так получается А если вы будете бороться за реформу У вас и реформы не будет Тоже так получается А чего же, скажем До 50-х годов До 60-х были реформы А вроде как там не было Революционной борьбы А был Советский Союз То есть В мировом масштабе Была и переходная эпоха Она и сейчас продолжается Переход от капитализма К коммунизму И поэтому Как внешнее соотношение Значит, заставляла Это внешнее соотношение Это внешняя борьба с коммунизмом Заставляла их идти на реформы Чтобы, не дай бог У них это не грянуло Как только не стало В коммунизмах Даже во в приходящем виде Ну, все же Какой смысл Давать какие-нибудь уступки Потому что разворачивайте Сами эту борьбу революционную Поэтому реформизм Выдохся Даже реформизм Хотя уж это дурная бесконечность Потому что можно частично улучшать И это дать И это дать А система наедного рабства Которая означает Что у вас Забирают прибавочную стоимость И, значит, забирают возможность Для свободного и стороннего развития Свободного от эксплуатации Свободного от Деления на классы Что значит на классы? Значит, один класс Да, он по численности Все меньше и меньше Находится в сфере материального производства В старстве необходимости И условия трудохожия Да, и Содержание труда Беднее А другая часть Даже растущая Попадает в сферу свободы Где и условия труда Получше Содержание И вот эту Эту ситуацию Как раз Бузгаль Преподносит Как вот растет креативный класс Вон как он здоровый Вот эту бесконечную волынку Бесконечную дурную Он выдает за идеал Который Растет креативный класс Во-первых, я должен сказать Что если брать креативный класс Как созидание То это класс непосредственно производителей Потому что Значит Из глины Вырастают здания Из какой-то руды Вообще непонятно чего Значит Вырастают изделия Которые можно пользоваться Это что Разне преобразование В природе этого не было И вы преобразовались Этой целью Вот тот Башку уйти Да Голова Вот это творец То есть Люди отождествляют Творчество Только с научным Близо-художественным творчеством А вот Предметно-преобразовательную деятельность Которая по-настоящему Есть творчество Они в это Творчество не записывают Поэтому Уже если говорить О креативном классе То по точному Смыслу этого слова Как Преобразователь В действительности Рабочий класс Креативный класс А эти значит Друзья Рабочий класс Скать Выкидывает А люди которые Создают идеи Да ладно Создавали Гнилые какие-то идеи Черт не знает Что себе возомнили Значит Вот это креативный класс У них Ну стыд вообще говоря Слушать Уши вян Значит Вот Один пример Дурной бесконечности Есть и другой Пример Дурной бесконечности Вот Значит Меньшевики Вы знаете Это течение Апартонистическое Ревизионистское В нашем рабочем Движении Выступали тоже Вот за социализм Мы выступаем За социализм Если Вот давайте Эту меру сделаем Это близко Реформизму Но тем не менее Реформисты Они даже И социализм Не борются Да Они говорят Мы в рамках Капитализма Хорошо сделаем А вот Меньшевики Говорят Мы за социализм Но Никогда Не определяли А что же нужно Сделать Чтобы в этот социализм Прийти То есть Они не увязывали Всякую текущую деятельность С переходом К социализму И поэтому Лейн говорил Что вот Эти абстрактные Рассуждения Социализма Прикрывает Нежелание К нему идти То есть Мы что-то будем делать В рамках Торизма Выйти За пределы Существующие Да Здесь победим Что Меньшевики За что-то боролись Наверное За что-то боролись И зарплату боролись И за то боролись Но опять Это была дурная бесконечность Поэтому Вот Меньшевики Тоже были в Аласе Дурная бесконечность Потому что Для них Это будущее Было все время Как нечто Потустороннее Которому надо идти Приближаться Ну а естественно Раз это потустороннее Тогда начинается Всякий Поиск Оттяжек Для революции Ну какая оттяжка Ну не созрела Россия Для революции Ну не созрела Ни разу Для производительной силы Надо еще Скажите А вот сейчас Вот как Франция и Германия Может созрели Что-то лет назад Они считались Очень созревшими Заготовыми Мы не созрели Не созрели Ну где революция Тоже что не созрели Что-ли Перезрели Ну что перели А мы все еще не созрели То есть Это тоже была Тяжка Давайте вот Идти Выходить на всякую Границу Все Но оставаться В этом деле Бесконечность Социализм Как такая Дурная бесконечность Как нечто Потустороннее Вот вечный идеал Который мы стремимся Никогда не достигнем Это даже было выражено Берштейн Такой был Тоже известный Движение все А конечные цели Ничто Поэтому мы двигаемся Куда двигаемся Чего Ну вроде как В том направлении Мы не собираемся Доходить до этого дела А раз мы не собираемся Доходить Как мы уверены Что вы в том направлении Идете Если вы к цене И не идете Я говорю Не важно Долечу я Не долечу Но я полечу Клоуне Так милый мой А как же не важно Значит ты тогда Траекторию Выбрал На Луну Или нет Значит поэтому Они парламентаризм Собирались уничтожать Естественно Движение и все Так вы тогда Если не собираюсь Парламентаризм Уничтожить Систему власти Обружения Как вы собираетесь К коммунизму прийти Так вы Они не собираются Приходить То есть Вот и эти тоже Друзья Сегодня это Опять всплыло Поэтому диктатура Их не устраивает И что там Будущее какое-то Прекрасное Прекрасное и далеко Не будет ко мне жестоко Такая была Если оно прекрасное Чего тут жестоко Чего боитесь Прекрасного Радуетесь Прекрасное и далеко А если вы знаете Что оно жестоко Тогда не будете прекрасно Никого уйти Изблуждения Себя что ли Как дурацкая песня Вот она Отражает Это представление Что прекрасно и далеко Какой тут Потусторонний То есть Короче говоря Вот эта гениевская идея Дурной бесконечности Он не ставит На этом точку Потом мы с вами Выйдем в настоящей Бесконечности И посмотрим Что это означает Но вот Очень распространено В сегодняшнем Рабочем движении Не рабочем Даже не в рабочем Движении А в том Движении Которые называются Левые Это какие там Рабочие Над рабочими Так далее Вот это Представление о том Что Коммунизм Есть нечто Потустороннее А сегодня Надо что-то такое делать Ну просто Выходить За эту границу И снова Тянуться к этому Прекрасному Коммунизму Никогда его не достигая Оно очень Распространено И поэтому Про революцию И что-то вы ничего не услышите И что-то так Ты не слышишь В чем тогда революция Нет никакой революции Вот креативный класс Туда-сюда Марксизм Все что угодно Но предполагается Что Помните Как говорилось Что капитализм Есть ужас без конца Да Да Вот это То есть Олег говорит А мы хотим конца Слушаться Капитализм Имеется в виду Вот Вот Такое представление О движении коммунизма Как о нечто Ну или даже не коммунизм А к чему-то более Совершенному Как К тому Что Остается всегда Потусторонним А сегодня мы живем В капитализме Вот оно Очень распространено Я думаю Что нам Конечно Допускать такую ошибку И разделять Такое представление О бесконечности Что Всю жизнь будет бороться Будет Будет бороться И последующие будут бороться И никогда не поборет То есть Такого Не будет Ну пока Что будет Для этого надо рассмотреть Само Движение Бесконечного Более подробно Вот выходя за Это первое Представление о бесконечном Как Чередование Конечного И не достижимого Бесконечного Скучного Чередования Или О дурной Бесконечности Войте За это представление Нам предстоит Видимо В следующий раз И мы тогда С вами Поймем Что же надо делать И как надо Отличаться От тех В том числе Деятелей Современного Так называемого Его движения Которые Вполне Удовлетворяются Представлением О бесконечности Как дурную Бесконечность Ну Может они Удовлетворяются Именно потому Что Как знаете Как-то я не смеялся Говорит Что они просто взяли И не прочитали Страницу Маркса Там и того Поэтому Вот По невежеству Даже может Если люди Не студировали Гегери То как Они могут Критически Относиться К представлению Дурной бесконечности Они так И рисуют Ну знаете Как астрономы Вот есть Видимый мир А бесконечность Это то Чем мы не видим Потом Стороннее Бесконечность А здесь же Конечность То что мы видим А вот за границей Видимо Это бесконечность Вот так Приблизительно Они это рисуют Субтитры сделал DimaTorzok